МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. В студии Татьяна Фомина. Главная тема выпуска. Жаркая пора овощеводов. В разгаре массовый сбор продукции. Свежие овощи, а также бахчевые с Ахтубинских полей поступают в различные регионы страны. Потребительская корзина по-астрахански. Что собой представляет и на какую сумму выходит. А также есть ли знак равенства между расчетами специалистов и реалиями жизни. А также романтика, да и только. Ахтубинцы посмотрят кино под открытым небом. И это будет не просто разовый показ, а целый кинофестиваль. 6 сентября в Москве губернатор Астраханской области Александр Жилкин встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. И рассказал ему об успехах астраханских сельхозпроизводителей. Регион по-прежнему лидирует в стране в производстве товарных овощей и бахчевых культур. Жилкин сообщил, цитата, По итогам этого года ожидаем прирост объема производства овощных культур еще на четверть. В целом же объем производства овощей, бахчевой продукции и картофеля превысит рубеж в 2 миллиона тонн, что выше уровня 2017 года более чем на 17%. В докладе прозвучало, что объемы переработанных овощей выросли до 240 тысяч тонн. По итогам текущего года ожидается рост этого показателя еще на 20% до 280 тысяч тонн. Росту способствует вполне успешная работа завода по производству томатной пасты в Харабалинском районе. Также, по словам Жилкина, успешно развивается в Астраханской области рыбохозяйственный комплекс. Число занимающихся рыболовством и рыбоводством предприятий растет. Дмитрий Патрушев, в свою очередь, оценил положительную динамику сельхозпроизводства в Астраханской области и отметил вклад астраханских рыбохозяйственных предприятий в валовое российское производство. По итогам встречи стороны подписали соглашение, предусматривающее увеличение объемов господдержки астраханских сельхозпроизводителей на 24% в следующем году. Но как обстоят дела у ахтубинских овощеводов, интересовался глава района Алексей Кириллов. На днях он побывал на полях, встретился с фермерами. Развитие темы у Владислава Лихваря. С первых дней работы глава района Алексей Кириллов старается находить время на то, чтобы побывать в селах района, пообщаться с фермерами, узнать, увидеть своими глазами, как идет уборка сельхозпродукции. Раиса Мирманова, фермер села Новониколаевка, рассказала, все намеченное выполнили. Только с реализацией продукции проблемы. Выручают лишь постоянные клиенты из Волгограда, Москвы. Александр Цепко тоже Новониколаевский фермер. Проблемы те же. Тем не менее, настроение у него хорошее. Ну, картофель, неплохой урожай получили раннего картофеля. Уборку, как бы, по ранней продукции вовремя закончили, успели попасть в цену. Зерновые в этом году как раз не удались. Здесь засуха, ни одного дождя. И вообще не убирали зерновые. Ничего не выросли. Как бы подтвердил слова фермера, водитель 20-летней фуры Андрей, он отсюда. Только с этого поля в Москву делает седьмой рейс. А Лу, говорит, тут очень хорошего качества. В столице идет на ура. Первая декада сентября позади. А на полях района продукции еще очень много. Есть даже такие поля, где не приступали к уборке помидоров, капусты, моркови, да и лук. Средних, поздних сортов только подошел. А все потому, что весна была в этом году поздней. Высаженная рассада по холоду не росла. Тем не менее, растения и воды надеются собрать весь выращенный урожай. Что позволит им в который раз занять место в областном соревновании. Шеренги правофланговых. Потребительская корзина – это приблизительный набор продуктов, ряд товаров и услуг, характеризующих типичный уровень и структуру ежемесячного потребления человека или семьи. Такой набор используется для вычисления минимального потребительского бюджета, то есть прожиточного минимума. Состав и объем потребительской корзины для каждой социально-демографической группы населения устанавливается федеральным законом, для каждого субъекта федерации своим региональным законом и пересматривается один раз в пять лет. О том, что представляет собой потребительская корзина сегодня, в материале Елены Печенко. Потребительская корзина нужна для определения величины федерального и регионального прожиточного минимума населения, которое складывается из стоимости потребительской корзины и обязательных платежей и сборов, например, налогов. Продовольственная часть потребительской корзины состоит из 11 групп продуктов, нормы потребления которых рассчитываются по специальной научно-разработанной методике. Ряда непродовольственных товаров и услуг раньше в федеральных и областных законах и постановлениях было конкретно расписано, какие товары и услуги и в каком количестве входят в состав потребительской корзины. Это одежда, обувь, школьно-письменные товары, предметы первой необходимости, санитарно-гигиенические средства, лекарства, услуги ЖКХ, проезд на общественном транспорте, расходы на культуру и другое. Но несколько лет назад федеральное правительство и законодатели решили, что не стоит детально прописывать эту часть корзины, поскольку потребности у людей разные. Поэтому поступили просто стоимость промтоваров и услуг будет определяться в процентах от стоимости продуктового набора. А на что тратить эти деньги, пусть каждый решает сам. Если хочешь быть здоровым, значит должны быть здоровые продукты. Мясо можно обязательно. Первым делом это мясо, вторым картошка и все подобные овощи, фрукты, вот это в корзину должно попадать. Молочную продукцию, хлеб, мясо, ну все, фрукты, овощи кушать. Без чего обойтись нельзя? Без масла, сахара, хлеба, мяса, рыбы, крупы какие-то. Хлеб, молоко, масло подсолнечное. Если, конечно, пенсия позволяет, то и сливочную пачечку. Но на мясо едва ли. Естественно, макароны, картошка, овощи, в общем, можно и фрукты. Хлеб всему голова, во-первых. Ну и мясо. Если говорить про сезон, вот про летний сезон, то овощи, фрукты обязательно, рыба. Без картошки жить нельзя, без мяса жить нельзя. Ну, так в принципе все, капуста, картошка, мясо. Без чего, вот сейчас капуста нет, ничего не сделаешь. Без мяса не привыкли, мы привыкли с мясом всегда. Сколько же сейчас стоит наша астраханская потребительская корзина и то, что внутри нее? Последний прожиточный минимум был установлен областным правительством за второй квартал 2017 года. Для трудоспособного населения он составил 10 140 рублей в месяц. Для пенсионеров 7 777 рублей, для детей 10 382 рубля. Исходя из указанных выше пропорций, получаем, что минимальный месячный набор продуктов пенсионеру обходится в 4 030 рублей в месяц. Это 134 рубля в сутки. На непродовольственные товары он должен тратить 1853 рубля. На все услуги 1894 рубля. Соответственно, детям, чтобы они не умерли с голода, надо покупать продуктов на 5 379 рублей. Это 180 рублей в день. Взрослым немного больше, чем пенсионерам. Как питаться на эти деньги, наверное, знают только те, кто разрабатывал методику определения состава потребительской корзины. Население же считает расходы на свой лад. У меня семья 4 человека, ну где-то в пределах 5-6 тысяч. Я закупаю сразу на месяц все. У меня семья из одного человека состоит. Ну, тысяч 10 уходят на пропитание самому. Семья из двух человек, ну, в пределах 5 тысяч. На овощи, фрукты и молочные в основном. Дача есть своя или участок? Есть. То есть все остальное с дачи? Да, да. Семья – это я. Дети поразъехались. Так что, все, что вот есть, за квартиру заплатишь кошмарнейшие деньги. На лекарства. Как вы думаете, на корзину сколько остается? Сколько хотя бы приблизительно. Ну, тысячи-полторы, конечно, остается так. Если бы не дети, конечно, жить на такую пенсию – это вообще смешно. В наше время, однако, все у меня на продукты уходит. Ну, наверное, тысяч 20, может, даже и больше. А семья сколько человек? Трое детей, жена и я. Ну, нас двое сейчас, поэтому семья маленькая. И все-таки мы уже… Возраст такой нужно не столько, сколько молодым. Но все равно прилично. Прилично. Где-то 15 тысяч. Если без излишеств. Я одна же, он много уходит. Много уходит. У него пенсия 7 900. Даже 8 тысяч нет. Ну, половина пенсии – это при скромном. Половина пенсии уходит на продукты. Потребительская корзина пересматривается один раз в 5 лет. Наверное, ее состав должен улучшаться в пользу увеличения норм потребления полезных продуктов – овощей, фруктов, рыбы. Кстати, врачи только за. Прежде всего, на данный момент, овощи и их есть, овощи и фруктов, яблок, груш, помидор, огурцов и так далее, нужно не менее 500-600 грамм в день. Потому что мы пока по уровню потребления вот этих вот овощей и фруктов отстаем от стран Западной Европы и так далее. Поэтому их больше. Естественно, мясо, желательно нежирных сортов, рыба. Ну, кто-то отдает предпочтение речной, кто-то морской. Вот, это надо. И легко усвояемые углеводы, сахар, конфетки, шоколадки, естественно, надо уменьшать. Сейчас при современной нагрузке калорийность рациона – это где-то 2 200 в среднем, если человек не работает тяжело физически. Если человек хочет похудеть, торопиться не надо. Надо сбалансировать физическую нагрузку 4 километра в день, как, Господи, помилуйся, траться за 40 минут пройти. И рацион, то есть вот эта продовольственная корзина должна содержать около 1600 калорий. С доктором трудно не согласиться, но здесь медицина и экономика – не подруги. Если состав потребительской корзины будет улучшаться в пользу увеличения норм потребления полезных продуктов, тогда будет дорожать и сама корзина. Ведь более полезные – это и более дорогие продукты. А вместе с корзиной будет расти и стоимость прожиточного минимума, что не очень выгодно. Увеличится число людей, чьи доходы не достигают величины прожиточного минимума. И придется увеличивать количество и размеры различных субсидий и компенсаций. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. В потребительской корзине обязательно должно быть оливковое масло, настаивают кардиологи. Высокое содержание ненасыщенных жиров в рационе – залог здоровья сердца и сосудов. Многочисленные исследования показывают, что включение оливкового масла по-настоящему спасает жизнь гипертоников, снижает систолическое и диастолическое давление. Продукты с ненасыщенными жирами облегчают прохождение крови по сосудам. Ученые подчеркивают, в утренние часы нередко наблюдается ухудшение кровотока. Кровь более густая, чем во второй половине дня. Это может вызвать образование тромбов. По статистике, ежегодно в России регистрируется до полумиллиона случаев инсульта. Цифра в 500 тысяч человек сопоставима с населением среднего повеличения города. В Астраханской области ежегодно инсульт переносят около 3 тысяч человек. Ранее считалось, что это болезнь пожилых людей. Однако за последние пару десятилетий недуг резко помолодел. Теперь почти половина больных – люди трудоспособного возраста от 30 до 40 лет. Случается, что заболевания врачи-неврологи диагностируют уже в 16-18 летнем возрасте. Среди основных факторов риска – генетическая предрасположенность, а также нездоровый образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность и ожирение. Ахтубинцев заболевание не обходит стороной. Однако благодаря своевременной медицинской помощи тяжелых последствий можно избежать. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, сопровождающиеся внезапной потерей сознания и параличами. К нам на телестудию обратилась женщина, сестра которой попала в больницу с нередким в наше время заболеванием инсультом. Она выразила благодарность нашим докторам за быструю реакцию и своевременную помощь. Ее сестру удалось спасти, и теперь она находится на восстановлении. Сестра моя, родная, она скатилась с дивана, и все, я ничего не могу делать. Спасибо, скорая приехала, спасибо, 6 числа дежурили. Прям вот отличные люди дежурили. И врач, я даже не знаю, как зовут ее, я хотела узнать, так не узнала ни у кого. И водитель очень хороший такой, помогал, таскал, все это делал, это вообще. Я очень благодарна этим медикам. Дай Бог им здоровья и всех благ. Она разговаривает, утром сегодня только говорила, говорит, все мои знакомые тут, и такие врачи все хорошие. Они все мне хорошо делают. Скоро на нашем канале программа интервью по поводу, в рамках которой актубинские медики подробно расскажут о сердечно-сосудистых недугах, дадут важные рекомендации. И еще об одной программе, которая готовится к эфиру. На страницах истории в этот раз путешествия по Волге до Каспия. Именно таким путем в первой половине 19 века проследовал знаменитый российский ученый Карл Эрнст фон Берр, или, как его звали в России, Карл Максимович Берр. Часть поездки носила геологический характер. Ученый наблюдал строение береговых обрывов, форму и расположение береговых холмов, бугров и оврагов. Неукоснительно собирал вымытые из пластов окаменелости, сделал немало открытий. Есть даже закон Быра, объясняющий, почему все реки России, как и другие реки Северного полушария, имеют высокий, правый и низменный левый берег. По мнению исследователя, размывание правого берега Волги объясняется суточным вращением земного шара вокруг своей оси, в силу чего вода реки отбрасывается в правую сторону и напирает на берег, постоянно подмывая его. Исключения составляют места крутых поворотов. В южном полушарии отношения обратные. Продолжаем программу. По данным Центробанка, на первое полугодие 2018 года граждане России взяли кредитов почти на 2 трлн рублей. 5 млн россиян не могут с ними расплатиться. Подобное наблюдается и в Астраханской области. В связи с этим Центральный банк России ужесточил требования к выдаче кредитов населению. Данные требования будут распространяться на потребительские кредиты, выданные после 1 сентября. Как же относятся к такому способу займа, Ахтубинцы узнавала Ксения Маслова. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к кредитам? Отрицательно. А почему отрицательно? Ну, потому что большая ставка у нас, во-первых. А во-вторых, я человек ответственный и боюсь, вдруг я не выплачу или что-то произойдет со мной. Мы не берем кредит. Они же дают вот кредит. Это же помощь людям. Я думаю, это хорошо. Очень плохо. Никогда я их не беру. Положительно. А почему? Ну, потому что кредит – это двигатель экономики. Кредитам отрицательно. А почему? А потому что ты входишь в долг, а потом этот долг-то берешь денежку, и надо все отдавать, правильно? Отрицательно. А почему? А потому что я их никогда не беру. Мне хватает то, что я получаю. Так как пенсии маленькие, легче взять в кредит что-то. А, то есть вы брали, да, кредит? Меня брали, и сейчас плачу за кредит. Допустим, холодильник я не могу взять на свою пенсию. Поэтому мне легче кредитом выплачивать. Поклонников киноискусства в ближайшие выходные ждет настоящий сюрприз. В Ахтубинске пройдет кинофестиваль «Под открытым небом». Дорогие друзья, я рада пригласить вас на конкурсный просмотр фестиваля уличного кино, который состоится 15 сентября на набережной города Ахтубинска. Зрители смогут увидеть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссерами за последний год и отобранные конкурсной комиссией лучших московских киношкол. Фестиваль уличного кино родился в 2014 году на Дальнем Востоке нашей страны по инициативе молодых людей. Короткий метр – это интересная форма кино, когда часовые истории и большие планы сжимаются до 50 минут, вызывает те же эмоции, что и большое кино. За один вечер вы сможете поплакать над крутой драмой, вдоволь посмеяться над комедией и поразмыслить над социальными темами, которые подняты в фильмах молодых режиссеров. Информацию о фильмах, которые будут показываться на фестивале уличного кино, вы сможете увидеть на сайте Управления культуры и кинофикации и муниципального образования «Ахтубинский район». Помимо конкурсного просмотра 15 сентября в заречной части города Ахтубинска фестиваль будет демонстрироваться 22 сентября на мемориальном комплексе «Крыло и Каро». Все, кто не смогут прийти 15 числа, пожалуйста, приходите 22. Будем вас ждать. Вы будете активными участниками фестиваля и сможете проголосовать за лучшую ленту, которая вам понравилась. Также хочу поблагодарить всех добровольцев и всех активистов, которые будут оказывать нам помощь в проведении этого фестиваля. Надеюсь, всем понравится фестиваль уличного кино. И мы каждый год будем проводить его в Ахтубинске на различных площадках под открытым небом. Вход свободный. Приглашаю всех желающих. Это все новости на сегодня. Хорошей рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин